доброе утро уважаемые зрители гуган тверднича маусом 4 июня 2023 год сейчас уже почти 6 утра сегодня проснулся в 5 утра и вот уже потихоньку выезжаю на восточку сегодня прокатимся в сторону населенного пункта щелек который находится в восточнее города алматы примерно ехать 120 километров прокатимся по кульжинскому тракту как обычно на канале появится несколько видео сегодня хочу попутно сделать видео про кульжинский тракт и потом конечно же поедем в несколько населенных пунктов выгоносок кожата желмен жирку рейк хандай узгир стир варекин если смотреть по картам то здесь после моста у халк арена в городе алматы продолжением восточки будет кульжинский тракт с правой стороны халк арена и за мостом начинается кульжинский тракт посмотрел в интернете некоторую информацию и там говорится что изначально кульжинский тракт строился от города алматы до населенного пункта щелек а в дальнейшем шел в сторону населенного пункта чинжа на переправу дубинская после в жаркент и дальше уже в китае там находится населенный пункт кульжа и 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 Можно сказать, относительно новый базар. Сейчас на улице плюс 17 градусов тепла. Сегодня обещают плюс 32. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Скоро уже будем выезжать из города. Здесь вот находится экологический пост полиции. Раньше здесь было ограничение 40. Видимо убрали. Так как знака не вижу. Это место раньше называлось аэропортовское кольцо. На данный момент здесь вот с правой стороны строится новый апорт. На выезде из города построили новую развязку. Но еще не до конца. Но обещают в этом году закончить. Здесь в целом очень много изменений. Сейчас вокруг развязки строится очень много новых ЖК. И с этой стороны тоже в сторону аэропорта. И здесь тоже на выезде из города. Все еще едем по территории города Алматы. Все еще едем по территории города Алматы. Давно я здесь не катался. Так как раньше этих ЖК не было. Продолжение следует... Продолжение следует... Боюсь, что в будущем с ростом города в эту сторону вот эти все большие деревья вдоль дороги будут пилить. Конец города Алматы. Начало населенного пункта Гальдала. Вроде как одно из прежних названий Красное поле. Про данный населенный пункт есть видео отдельное на канале. Быть может, в будущем данный населенный пункт зайдет в состав города. Гальдала Аулдак округа. Гальдала Аулдак округа. И населенные пункты по пути, которые находятся. Сейчас вот еду по Гальдала. Тоже довольно крупный населенный пункт. И вдоль трассы здесь очень много всего находится. Здесь в Гальдала воняет галью. Что-то жгут. Непонятно, либо мусор, либо еще что-то. Возьмите. 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 Я думаю заметили тенденцию, что если здесь что-то строят вдоль трассы, то обязательно вырубают деревья. Появились новые сооружения. Продолжение следует... Конец населенного пункта Гальдала. Конец населенного пункта Гальдала. Вдоль трассы есть автобусные остановки. Подъезжаем на пересечение с Бакат. Бакат это большая алматинская кольцевая автомобильная дорога. По сути это полукольцо вокруг Алматы. Строится для того, чтобы разгрузить город Алматы от грузовых автомобилей. Бакат еще не открыли, но обещают открыть в этом году. Точнее даже в этом месяце обещают открыть. Говорили, что откроют до конца этого месяца. То есть июнь 2023 года. Будем ждать. Едем дальше по Кульзинскому тракту. Думаю, можно было заметить, что здесь очень много АЗС по пути. Населенный пункт Панфилова. Об этом населенном пункте тоже есть отдельное видео на канале. Здесь тоже есть дорожное освещение вдоль трассы. Есть пешеходные переходы. Также есть подземные пешеходные переходы. Подземныеところ у metros. Подземные переходы. Подземные переходы. Также здесь в ауле есть светофоры. По трассе имеется фото-видео фиксация. Есть еще вот такие надземные пешеходные переходы. Ого, кажется здесь камеру сломали. Со строительством новой трассы Алматы-Харгос кульжинский трак стал менее, так скажем, загруженным. Ну и по всей видимости здесь перестали особо следить за дорогой, так как местами имеются дырки на асфальте. Говорят, что раньше данная дорога была единственная в сторону Жаркента. В плане от города Алматы, ну и до населенного пункта Щелек. Можно сказать, что считалась главной трассой. На данный момент стала второстепенной трассой, так как появилась новая платная дорога. Кульжинский трак сам бесплатный. То есть это бесплатная альтернатива трассе Алматы-Харгос. После населенного пункта Панфилова здесь находится населенный пункт Короблок. В интернете пишут, что история строительства, ну и в целом история вообще появления Кульжинского тракта начинается аж с 1870 года. В интернете пишут, что изначально дорога шла из Алматы в Щелек. Продолжение следует... Раньше тоже по этой трассе частенько ездил в Шарон. И как бы по этой трассе дорога всегда занимала дольше по времени, так как очень много населенных пунктов. И имеются вот такие вот наземные пешеходные переходы. Также здесь раньше можно было встретить очень много полицейских. Тоже здесь радарили, останавливали, штрафовали. Сейчас, конечно же, многие пользуются новой дорогой. Новой платной дорогой. Где можно ехать постоянно почти 110 км в час. И не надо нигде скидывать скорость. Ембекши аулы. Населенный пункт Ембекши. Ограничение 40. Тоже пешеходный переход. Автобусная остановка. Здесь вот вдоль трассы есть разные места, где можно купить самсу, хлеб. Также есть базары. И есть супермаркеты. Ого, здесь что-то разрушили. Видимо, будет что-то строить. Опять этот запах гари. Опять что-то жгут. Сегодня постараюсь прокатиться до населенного пункта Щелек. И показать Куджинский тракт именно до него. Так как дальше, как бы в Чунжу и в Жаркен по этой дороге уже не поеду. Может быть, как-нибудь в другой раз. Конец населенного пункта Ембекши. Населенный пункт Байти-Рек. Ограничение скорости 50 км в час. Тоже пешеходный переход. И есть вот такие скоростомеры. Есть базарчик вдоль трассы. Ембекши-Казах Аудана. Заехали в Ембекши-Казахский район. Байти-Рек Ауды-Кокруга. Сегодня у нас выходной день. Воскресенье. И можно заметить, что встречного транспорта довольно-таки уже много. А сейчас только в 6 утра. Камер здесь по трассе не так много. Да и полицейских не особо много с радарами. Так что по пути здесь очень много нарушителей скоростного режима. Светофорное пересечение. Здесь вроде как дорога идет в сторону города Талгар. И по всей видимости там появился новый асфальт. Что не может не радовать. Талгар в道 машины. Дорога здесь на данный момент Одна полоса, то есть всего лишь по одной полосе в каждое направление Как видите, разметок никаких нет Я так понимаю, что ширина дороги не позволяет сделать из нее двухполосую Продолжение следует... А здесь вот появилась разметка Конец населенного пункта Байтерек Следующий населенный пункт Ават Ават Аулдак округа Можно так сказать, что большую часть дороги вы проедете с ограничением скорости в 60 км в час Здесь тоже строятся новые заведения На канале есть старое видео про населенный пункт Ават Можно будет посмотреть, сравнить, какие изменения Река Талгар Воды не так много, но есть Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мариам. Жбекжола. Шашлык. Муравейник кафе. Конец населенного пункта Ават. Ограничение скорости 90 км в час. Потом здесь появляется 70 км в час. Аж на 1000 метров. Уже продаются арбузы. Продолжение следует. Видно, что здесь дорога подиспортилась. Очень много камней на дороге. Песка. Есть ямы. Видно, что сделали какой-то ямочный ремонт. Но откуда здесь столько камней, вообще непонятно. Так скажем, очень небезопасно для лобового стекла. Прямо вот реально очень много камней лежит. Кажется, это кусочки асфальта. Вдоль трассы здесь очень много деревьев. На данный момент здесь трасса получается две полосы в каждом направлении. Очень красивая трасса. На дороге имеются неровности. Местами машина подпрыгивает. Удивительно, конечно, что некоторые водители по трассе ездят без фар. Местами машины подпрыгивает. Продолжение следует. направление на сай-масай очередной светофор сай-масай очередной ограничение 70 км в час вроде как уже подъезжаем на поворот в сторону города Есек сейчас 6.32 утра Есек-Колоса 8 шақырым шелек 77 до населеного пункта шелек еще 77 км шелек Продолжение следует... Ого, сколько здесь ям появилось. Так, дорога сузилась, стала однополосой дорогой, так как пропала разметка. Странно, почему он едет 60 км в час? Продолжение следует... Вдоль дороги вижу новые столбы, которые предназначены для видеокамер. Видел такие столбы в Жамбулском районе Алматинской области. На них были установлены новые камеры. Видимо сюда тоже будут ставить. Населенный пункт Колжа. Несмотря на то, что трасса называется Кульжинский тракт, как бы данная дорога не ведет конкретно сюда. То есть это другой населенный пункт Колжа. Но прикольно, что он находится тоже вдоль данной трассы. В этом ауле я тоже ранее был. Есть отдельное видео на канале. Ведется фото-видео фиксация. Пешеходный переход. И здесь вот на нем находится камера. Конец населенного пункта Колжа. Едем дальше. Продолжение следует. Здесь дорога получше. Но всего лишь по одной полосе. Продолжение следует. 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 Ограничение скорости 80 км в час Здесь дорога прям очень радует Видимо такой менее нагруженный участок Балтабай Аудок округа Ой, здесь была же раньше остановка Снесли походу Населенный пункт Ембек В этой части уже ничего такого нет вдоль трассы Направление к населенному пункту Верник Конец аула Ембек Снова ограничение 70 км А здесь и вовсе 60 км С правой стороны поля С левой стороны тоже поля Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Населенный пункт Берляк Про данный аул тоже есть видео на канале Здесь в населенном пункте Берляк тоже вдоль трассы ничего такого нет Уже заканчивается Берлякаула И начинается населенный пункт Балтабай Одно из старых названий Про данный населенный пункт тоже есть отдельное видео на канале Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь вот делают Kiziler Конец населенного пункта Балтабай Субтитры сделал DimaTorzok Турген Узена Река Турген Воды очень мало Направление на населенный пункт Кыш Ахши Аудак округа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Направление на Кайрат Направление на Кайрат Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Населенный пункт Бейтбекби Так, я здесь тоже ранее был Тоже есть видео на канале Направление на Тургень 16 км Харгос 285 Субтитры сделал DimaTorzok Тоже один из крупных аулов по данной трассе Предупреждение о том, что есть фото-видео фиксация Ограничение скорости 40 км в час Так, здесь вроде как уже конец населенного пункта Бейтбекби И здесь находится Малбазар А дальше здесь Казахстан, Аудок округа Ранее здесь тоже катался Тоже есть видео об этих местах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Время уже 7 утра Субтитры сделал DimaTorzok Женезбай Каипов Аула Знак на синем фоне Получается здесь можно не сбавлять скорость Населенный пункт остается с левой стороны Но здесь все равно есть ограничение скорости 70 км в час Из-за поворота Ограничение скорости 50 км в час Из-за неровности на дорогах Причем на 5 км Качество дорог конечно реально изменилось Неровностей стало больше Нет, чтобы отремонтировать дороги Они просто повесили знак о том, что дороги плохие Так, снова ограничение скорости 90 км в час И после него 70 км в час Здесь правая сторона находится населенный пункт Казахстан Про данный аул тоже есть видео на канале Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь дорога чуть получше Но местами все же имеются дырки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В округе Субтитры сделал DimaTorzok Здесь прям плохая дорога Ям конечно здесь нет Но есть места где можно нормально так подпрыгнуть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Населенный пункт Тескянсу ДимаTorzok ДимаTorzok И здесь сразу стал нормальный асфальт ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Про данный аул еще не было видео на канале и походу здесь газа нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конец населенного пункта Ашесай, начало населенного пункта Харатор Помню, что здесь сразу три аула под подряд должны быть. Следующий аул вроде как доступ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот коровы идут по асфальту, а их нужно объезжать по обочине. Заметили, да, уже какие здесь красивые деревья вдоль трассы. Так, впереди там вдали вижу еще одно стадо коров. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь вот начало... Так, показало, что начало аула Тау Харатора. Аула... Это, видимо, там направо надо было уйти. Так как здесь вижу вот конец аула Хараторок и начало аула Доста. Получается, что здесь аж четыре аула расположились очень близко друг к другу. Можно сказать, впритык. Субтитры сделал DimaTorzok В ауле Доста. В ауле Доста под испортилась дорога. Очень много неровностей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А населенный пункт доступ довольно таки большой. Только что выехали из населенного пункта доступ. Едем дальше Продолжение следует... Здесь кажется обрезали деревья. Продолжение следует... Населенный пункт Лавар. Это означает, что мы уже почти добрались до населенного пункта Щелек. Осталось совсем немного. Ого! Какую здесь красивую мечеть построили. Новая мечеть. Здесь дороги подиспортились по Оулу. Видно, что за ними здесь не особо смотрят. Есть дырки. Продолжение следует... Конец населенного пункта Лавар. В скором времени Кульджинский тракт и трасса Алматы-Харгос, они соединятся. Нарн-Кол. До Нарн-Кола еще 232 километра. И смотрите, какой сейчас будет переход. И какая дорога. Алматы 120 километров, можно сказать. Харгос 238. Щелек направо. Здесь есть развязка. Можно выйти на трассу Алматы-Харгос. По направлению в сторону Алматы. А сейчас мы едем в сторону Щелек. Дорогу вот такую сейчас сделали, получается. И мы выйдем на участок платной дороги, на бетонку. Вроде как говорилось, что если ехать по Кульджинскому тракту до Щелек, то дорога полностью бесплатная. Если мы даже сейчас выйдем на бетонку. Когда выезжал из города Алматы, на счету у меня было 240 тенге. На счету машины для платных дорог. Сейчас доберусь до Щелек и проверим. Вот тут, вот с левой стороны, можно увидеть трассу. Не пойму, в чем сложность сделать Кульджинский тракт вот таким же. Как бы с новым асфальтом. Красота ведь, тишина. Все аккуратно, спокойно. Так, выехали на бетонку. Ограничение скорости 110 км в час. До населенного пункта Щелек еще 8 км. Я, если честно, уже не помню, здесь раньше были деревья вдоль трассы или нет. Но, как видите, сейчас деревьев нет. А раньше, наверное, были. Ограничение скорости 200 км. Корректор А. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Даже не знаю, если честно, по поводу названия Если вы что-то знаете Как-то более подробно и так далее То делитесь в комментариях под видео Уже почти доехали Сейчас 7.36 утра Вдоль трассы есть знак щелек на синем фоне Можно не сбавлять скорость Ехать так же Есть новый АЗС Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, буду заезжать в щелек Имеются несколько развязок Для заезда в щелек Субтитры сделал DimaTorzok Тоже есть еще один интересный момент такой Что населенный пункт щелек Имеет статус аула То есть село Интересно, когда он получит статус города Ну или хотя бы поселка Добро пожаловать в щелек Вот такая вот экскурсия По Кульжинскому тракту Посмотрели что да как Какое состояние на данный момент Что нового, что изменилось Сейчас нахожусь в населенном пункте щелек И как бы Путешествия на сегодня только начинаются А на этом данное видео подходит к концу Рахмет, Сауболан издар Спасибо и до скорой встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok